Да, просто есть. Я свои палки открыла. Давай, давай на превьюшку сначала. Давай, а чё? Не знаю, может. Надо взять что-то. Подожди, сзади какой-то. Ты чё, блядь, разучила? Нет, ты прикалываешь, что я левой рукой это делаю? Точно. Сейчас, подожду, да. Ты делай правой-то. Я просто подумала, что я буду мешать. Да ну почему? Ты же всю игру... Ой, всю игру. Весь этот раз уже правой есть. Ну да. Можно так, а потом просто там как-то... Ну бля, нет, как-то... Видишь, я буду закрывать. Сейчас я соображу. Подожди, так, ты берёшь. Замазала, хотела там сеть. Тихо. Сейчас, сейчас, сейчас... О-о-о, нормально всё. Можно я его рукой возьму? Давай вот так. Вот так. Надо рожей курчить, нет? Типа, столько суши! Ну... Так, вот что сделать? Типа, ты... Я? Вдвоём? Так неожиданно? Всё, поехали. Всем привет, добро пожаловать с вами снова Наташа Бо. И это очередной Макбанк на моём канале. Привет всем, меня зовут Поля Кей. Ну и сегодня, как вы видите, у нас прекрасные, просто, да, вообще офигенные суши. Офигенные суши. Такой филандер... Ой, такой рыбы ещё у меня не было в жизни. На норовах. Рыба твоей мечты. Да, мы очень голодные. Выглядит это просто... Ну да, это пахнет божественно, очень вкусно. И сегодня... Я сейчас передам приветы чуть-чуть попозже, маленько пожалём. Давай на что-нибудь уже, да, начнём. Да, и у нас сегодня будет было-не было. Да, вопросы на... У Наташи на канале, да. Ответы. Да. Вот. Что, начинаем? С каких начинать? Два... А расскажи, что они зеркальные. Они зеркальные, да, то есть филадельфи, филадельфи. То есть их здесь четыре ролла, четыре у Наташи и четыре у меня. Вот, будем... Давай попробую вот эту. Филадельфи? Да, потому что ты же не пробовала с яблоком. Это филадельфи apple. Я вот только недавно их заценила. Ммм. Смотрим. Угу. Я просто сразу начала из-за яблока. Угу. Офигеть. У тебя уже говорили, что оно и не кислое, и не сладкое. Угу. Сама ступенька. Очень вкусно. Необычный вкус, знаешь. Угу. Вроде как бы филадельфи, но что-то не то. Ну, интереснее, чем филадельфи. Да, да, да. Слушай, вообще реально. Топчик. Вот это запечённое с крабом, по-моему. Давай. Заценим. Ммм. Угу. Запечёнка вкусная. Я прям достюсь. Слушай, неплохо. Прикольно. Мне нравится. Вообще, вот это всё первый раз пробую, кроме филадельфи. А это я не... А это запечённая в Калифорнии. Калифорния? Угу. Плохая, да? Такая. Вкусненько, да? Такая мягенькая всё. Да, она ещё тёплая. Слушай, фудди. То есть, Тихина. Это не реклама. Просто советую. Личная рекомендацион. Попить у нас всё равно домашний компот. Ну, самое, по-моему. Самый, по-моему, лучший. Тихвин. Компот, там, по-моему, крыжовник и красная смородина. Очень вкусно. Ой, сладенько так. Ну, он такой кислый сладкий. Да-да-да. Бодрящий дух. Сначала первый суши ешь, а почему, сначала последний ем суши? Знаешь, почему? Ну. Мне недавно написал подписчик кто-то. Я всегда тоже, типа, задов, чтобы тут красиво. Угу. А, ну да. Мне, наоборот, сказали, я как обычно их ем. А нужно-то отсюда есть, чтобы красивая картинка была. Это я туплю, как обычно. Меня, наоборот, попросили есть, как ты, отсюда, задов. Как? Ну, вот как ты ешь, отсюда начинать. Да, я обычно оттуда, и, короче. Попробуй с креветками. Вкусно? Угу. Там прям такая креветка. Там креветина, прям креветина. У меня не фокусируется, но я попробую вдруг. Ну, все равно там видно будет хотя бы что-то. Калифорния-то с креветкой. Там еще с три рыбы. Да, прикольно. Огурчик. Тепчик. Так, привет передавай, там еще соседи. Да, я могу забыть, просто вы не знаете. Так, передаю привет Амине, Cooking SM, Масенцовой Кате, Карине Камубаевой, TikTok Bolger, Анне Фабрае, Амине Баповой, Эльдане, привет. Раби Абдул-Касимовой, Панусат Кадеевой, видосы из ТТ, привет, Зареме привет и Вале привет. Как много привет. Классно. Какие тебя? Больше. Интересные подписчики, красивые именами, очень красивые. Ну что, отвечай на вопросы. Да, надо начинать, да. Да. Давай, первый вопрос. Звонила ли ты Полина по пьяни бывшим? Конечно. Конечно. Да, было такое в моей жизни и... Ну, короче, да, было. Мне кажется, это было у каждой девушки. У меня было, не было? Не было? Не, я звонила. Да, было. Я звонила в будущем. Ну, в смысле, у меня были какие-то парни-друзья, и я там где-то уже накумарилась. Угу. Наклюкал, я хотела сказать. Уточняли. И да, и как бы звонила, говорила, привет, там, или забери, или как дела. А потом они перерастали в статус... Нынешних. Нынешних, да. Я тогда звонила и нынешним, и бывшим, и будущим. Да. Всем. Всем по пьяни нам. Не, ну бывшим было дело. Было, было. Что там дальше? Хотелось развестись с мужем или расстаться с парнем. Ну, у меня сейчас уже муж, как вы знаете, развестись, прям, такого нет желания. Почему, блядь? Почему нет? Не знаю. Оттуда ем. Там вкуснее, может? Всё, я сейчас... Ну ты бери. Тыкай меня под столом. Да я же тебе как-то нравится тебе. Нет, с мужем развестись не хотела, а когда в статусе отношения были, как парень-девушка, были моменты... В начале, наверное, да, где-то в середине? Ну... В середине. В середине были такие критические, кризисные. Кризисные. Да. Хотелось, но я всё не узнала, что мы победимся. Прям уверена была? Угу. Прикольно. У тебя. Ну, поскольку у меня нет парня, то, соответственно, что я рассталась со всеми... Как, может, говоришь, набить нужно что-то уже? Не знаю. Как вот так снимаешь? На опыте надо быть, Наташ. С кем хотела, с тем рассталась, в общем. Ну, понятно. Так что... Было ли, что хотела переехать в другой город или в другую страну? И в каких странах ты вообще была? Ммм... Я проживу... Офессионалы. Я думала, вы прям снабит за ртом. Не-не, я стараюсь проживать. В другой город, в другую страну, как бы это ни звучало странно, я никогда не хотела переехать. Угу. Была я в Турции, в Египте, во Франции, в Швейцарии и, по-моему, всё. Ты по Европе поездила? Ну, я маленькая была совсем. Я плохо помню, но я там пожила даже в какой-то период. Да ладно, всё, прикольно. Угу. Я хочу переехать в какую-нибудь страну. Угу. 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 Такого вот фастфуда. Короче, если Натаха там будет жить, то придётся ей ездить в соседние страны за бургеры. Я очень сильно расстроюсь. Может, пока я, как сказать, туда перееду, уже открою что-нибудь? Ну, ты-то, конечно, в честь тебя я открою. Я могу одну сама открою. Я что, быстрее ем? Нет, ты же с того края ешь. Нет, я с этого края ем. И двигаю туда их. Все. Было ли такое, что ты путала человека из-за зрения? Конечно. У меня зрение плохое. У меня даже было, что я стояла на перекрёстке и махала человеку. А это был не он, да? Это был не он. Ну, наподобие, я таких не помню чётко. Ещё такая типа, блин, почему ты мне не отвечаешь, почему ты меня не машешь в ответ. Обида. Обида, да. Что за фигня? У меня было даже, ну, что я, например, ну, вот идёт человек, а я не здороваюсь. То есть потом мне предъявы кидают, типа, что не здороваешься. А я реально не вижу. У меня нет привычки почему-то, видимо, из-за зрения как раз-таки, ну, смотреть и вот идти и смотреть, ну, кто там идёт. Потому что я 90% мало чего как бы увижу. И думаю, ну, зачем смотреть тогда на людей? Поэтому вот так. У меня ещё бывает, что я вижу там, знаешь, стрижка как у мамы, куртка похожая. И дальше ты уже как-то сама всё... Мам! Да, додумываешь, ты идёшь, идёшь, такая, о, мама, думаю, надо пойти, дойди познакомиться, идёшь, познакомиться. Подойди поздороваться. Идёшь, и такая, в какой-то момент мозг понимает, что ты не мама, и ты такая разворачиваешься, и так это странно всё происходит. Познакомиться стоит. Познакомиться, да, ночью с мамой-то. Так, было такое, что влюблялась с подругой в одного парня. Ну, это было в школе, как бы, мне нравился мальчик, но не с нашей школы, просто, короче, он постарше чуть был. И прямо он мне очень понравился. И, короче, он меня позвал гулять, мне было лет 15-16, и мне было стрёмно одно, и я, короче, типа, я с собой подружку возьму. Взяла подружку, одноклассницу мою, Лизу. Вот. И мы пошли. Ну, и, короче, видимо, ему понравилась Лиза больше, Лизе понравился он, и потом я вот узнала, что она с ним гуляет, и что, в общем, ну, получается, мы в одного парня втюрились, и я очень обижена была. Ну, это было детство, и сейчас, конечно, в прошлом, и мы до сих пор дружим. Вот. Ну, она, типа, потом с ним перестала дружить из-за того, что я обиделась. Ммм, интересно. У меня была точно такая же история, но подружка, ну, не перестала. И так мы до одиннадцатого класса ходили друг на друга обиженные. Ну, это жёстко, на самом деле. Ну, когда в таком возрасте сейчас вспоминается такая фигня? Ну, это было, не знаю, десять лет, одиннадцать лет. Потом ты как бы вырастаешь, тебе не особо и как бы этот парень не нужен, и подружка это не нужна, но вы всё равно не общаетесь, понимаешь? Что-то такое вот в детстве между вами пробежало. Была ли ты у участкового, и обвиняли ли тебя в чём-нибудь? Ну, в полицейском участке ты была, в полицейском участке? Вот, а мне как-то повезло. Ну, ни разу, короче, не попадала, но творила много чего. А ты? Нет. Нет? Ну, был один случай, когда я приехала к подружкам, было моё день рождения, восемнадцать лет. И мы стояли около её парадной, тогда ещё можно было у парадных пить, на детских площадках. У нас это называется падик. Ну, парадных. В Петербурге же парадных. Ну да. Не, ну с падикой тоже есть. Главное, что не подъезд. Ну вот, и мы стояли, пили РЭЦ. Ой, кто помнит РЭЦ, да, ставит лайк. Ну вот, и... А ей там через десять дней исполнялось восемнадцать. И мы, как бы, я уже наклюканная была, и с цветами, с подарками. Пришла к ней просто, чтобы она меня поздравила с днем рождения. Извините. Вот. И, короче, мы стояли, пили этот РЭЦ, и подъезжает УАЗик, проверяет документики наши. И поскольку мне прям сегодня восемнадцать, говорят, вы, как бы, девушка... А, свободно. А вот, и потом уже выехал он там на большую дорогу. Я звоню ее подружке, говорю, типа, расскажи мне адрес, куда мне идти, куда там ее спасать. В общем, она мне дала адрес, и через кладбище, короче, какой-то поперла в это отделение милиции. В общем, я туда пришла, и мы там ждали ее маму. Все вместе. Ну, получили, да? Да, не, она, мама знала, что... Ну, это же типа РЭЦ, потому что там не водя рухля стали, да. Вот, знаешь, что пили, когда у малолетки были? Ну, этот... Сибирская Corona Lime из пиваса там. Он такой еще первый такой со вкусом. Очень нормально был вкусный. Ну, этих энергетиков, вот, которые с алкоголем, тоже. Мы и Ягу пили, и Трофия пила, и Черный Русский. Блазер. И Рэддэвил, и Блазуху, и что только... Ну, вот Виноградный день ни разу не пила. А я пила офигенно. А я только была по Блазухе. Она дешевле, по-моему, да, была Виндейт? Мне что-то... Мне нравился Блазер Вишневый. Блазер, да. До сих пор, кстати, продается. Шок-контент. Нет, а что это, как бы, детство. Ну, да. Детство? Детство. Юность. Юность, а не детство, я думаю, да? Ну, да. Ну, поскольку у меня уже 30, для меня это уже детство, знаешь. Ты уже 29. Врет, что и 30. Так, было такого, что долго монтировала видео, а потом не выпускала. Вот есть вообще видео, которое ты сняла, но не выпускала. У меня были, знаешь, что не технически неполадки, Лёшки? Ну, ты знаешь, что эта программа, которая вот опиншот, там в ад очень долго все это сохраняется. Типец, как долго. Ну, да, да. И вот один раз, короче, что-то там не так сохранилось, и прикинь, мне вот заново надо. Я уже плюнула, думаю, все, я не буду выкладывать, потом думаю, нет, надо выкладывать, как ни крути, надо. А вот видос у меня был про коронавирус. Я его сняла, потом, короче, я подумала, что я его, ну, удалила. Ну, просто не хочу, чтобы на канале была вот эта тема. Как-то. А у тебя? У меня все в видосы. Все в народ. Ну, у меня тоже все в народ. Даже если что-то. Ну, долго монтировала, я не знаю, вот. Я если жду, то он просто выходит на следующий день. Если как бы он даже не получился, по-другому, я просто на середине делаю все. Так, жалеешь о каком-то решении, чтобы каждый день думать? Какой-то у тебя вот такой вот. Нет. Я уже много раз говорила, что я вообще ни о чем не жалею. Я считаю, что в жизни все происходит, ну, как надо, так и происходит, и все хорошо. Все всегда приводит к чему-то, все равно, все наши действия. Ну, и правильно. А ты? У меня тоже сумма. У меня тоже не было. Ну, тоже так же, да? Да. Выигрывала ли спорья? Если да, то в каком? Много ли ты споришь? Ну, я не очень. Или не на деньги. Деньги вообще никогда не спорила, наверное. Ты наелась уже, да? Нет, я просто... А, перерыв? Не, ну, я поднаелась, конечно, но... Нет, я не помню, короче, ничего, честно, такого у меня нет в памяти. Были, знаешь, споры с подружками, а-ля, там, 5 килограмм за месяц кинуть, что-нибудь такое. Но никогда на деньги мы вроде никогда не спорили, я не помню. Наверное, я выигрывала такие, знаешь, мелкие всякие споры. По-крупному не спорила. Я не азартный человек. Это чуть-чуть... Не разведешь тебя, короче. Нет. Ты за этим приехала? Нет. Сама вопрос написала. Короче, я тоже никогда не спорила, но мне нравится спорить с мамой. Она очень плохо разбирается в культуре, ну, вообще, современной, музыкальной и так далее. И, типа, говорит, вот этот актёр играл там-то. Я говорю, нет-нет. Она говорит, типа, 100 рублей. И вот это вот у нас по жизни, короче, да. Этот певец поёт эту песню. А я говорю, нет, эту песню никогда не поёт. 100 рублей. И вот, в общем, ну, в таком плане. Нет, по-крупному у меня не помню. Сейчас быстро расскажем. Ну, разговаривай, Галя. Ты мне про 100 рублей про маму сказала, я вспомнила, что я спорила с мамой на сотку. Нет, на две. Ну. У нас, короче, в городе есть аквапарк. Угу. Ну, обычный басик, там же в Кузе, Финска, вот эта парилка, там вся эта фигня. И есть душевые, когда ты после парилки уходишь, споласкиваешься, чтобы в бассейн залезть. И там есть в одной душевой кабине ведро. Ну, я поняла. С водой, короче, тянешь за эту верёвку. А мы с мамой сидели в сауне, короче, что-то начали про это говорить. Я говорю, давай, я говорю, поспорим. А я такая, мне лет 18-17 своих денег. Нет, я говорю, давай на две сотки. Ну, давай. Я пошла, обливалась, две сотки заработала. Да, ладно, здорово. А меня бесплатно поливали. Меня, блин, даже никто не спрашивал. Не, я помню вот прям, вот вспомнила. Если бы ты не рассказала, я бы не вспомнила. Ну, с мамой споры они такие добрые. На бабосики. На бабосики. На мелкие. На мелкие, да, расходы. Так, давай ещё. Бывали ли хейтерские комментарии, которые задевали душу? Прям до глубины души. Ну, поначалу-то всегда, мне кажется... Когда, короче, канал только открыла, конечно, я там, ну, не прям плакала, но мне было безумно неприятно, когда про глаз там вот эту чушь пишут. А больше мне ничего особо не цепляет. А потом сейчас мне уже пофиг, как бы я стараюсь. Ну, недавно, знаешь, вот комменты два. Было там прям вот... Они почему-то удаляются, их YouTube, наверное, чистят. Когда вот какие-то оскорбления прямые, там, мразь, ты... Я тебя ненавижу, потому что ты всё натяжная кома, да? Да, мне знакомо. Вот. Ну, какие-то такие же скачины, как бы ты их видишь, и их уже нет на канале, потому что их YouTube чистит, как я понимаю. Да, ты хочешь как бы заблокировать человека. Да, заблокировать, а так я всегда блочу. Кто вот гадости пишет, я считаю, что нужно плачать. Угу. И всё. А кто нормально спрашивает, там, расскажи, что у тебя с глазом, там, я ничего в этом не вижу, такого любопытства, это нормально. А гадости, ну, это как и в жизни. Вы же не будете общаться, да, с человеком, который вас говеном поливает. Угу. Кстати, в жизни нет таких людей. Ну, мало. Ну, в смысле, они все делают где-то это. Они все, да, это, на YouTube. Ну, да, наверное. Ну, а у тебя? Ну, ну, поначалу, да, особенно, когда... Ну, а что тебя цепляет? Цепляет, когда... У меня прогулась цепляла тебя. Меня цепляла, когда мне рассказывают, как, что делать. Ну, кстати, у меня есть теория, что, когда я умру, и на мою могилку, все равно будут приходить люди и говорят, ну, ты можешь... Паритить? Нет, ну, будут спрашивать, может, ты на какие-нибудь вопросы поотвечаешь, ну, типа, поговори, ну, скучно как-то, как бы, типа, да. Вот, это до сих пор, понимаешь. Ты вот полтора года снимаешь, там, я не знаю, бьюти-блог, к тебе приходят, говорят, ну, может, ты, как бы, там, ну, обзор на машины поснимаешь, там, не знаю, и все что-то поделаешь. Включить, короче. Да, да, да. Ну, и вначале, конечно, это тяжело, когда тебе рассказывают, там, в какой цвет волос тебе красится, как тебе... Какой у тебя рот страшный, там, или, как ты вообще живешь. Волосы смешные, там, ничего. В общем, много тебе интересного рассказывают и так далее. Да. И ты это воспринимаешь, ну, достаточно так еще, безопытно. Ну, да, потом, знаете, это, как в любом деле, мне кажется, у тебя корка, какой-то панцирь, да, вот этот вырву появляется, и, ну, пофиг. Я всегда, знаешь, думаю, блин, а как Бузова живет? Ну... У нее столько хейта, если в Инстаграм к ней зайти, почитать, у нее уже 20 миллионов подписчиков, или сколько там. Ну, да, да, да. И вот так задумываться, если человек будет каждый комментарий воспринимать, и все это, это может с вас идти. Там, наверное, и проклятие шлют, там, и все такое. Ну, конечно. Ну, короче, сейчас нам уже пофиг. Да. Ну, не пофиг, а нам это... Пропускают. Пропускают. Мимо мы проходят, мимо нас, к сожалению. Или к счастью. Может, кто-то, понимаешь, жизнь свою отдает на то, чтобы тебя задеть, да, мне там такие вот талмуды пишут, а ты не обращаешь внимания. А ты внимания не обращаешь. Так и делается. Что, мы еще снимаем? Ну, в принципе, стеснение перед камерой было ли у тебя? Я послушаю на эту. Ну, я вообще, да. Ну, давай, да, отвечаем на полу. Давай, давай. Там два вопроса осталось. А, ну и все. Так, ну, стеснение перед камерой... Даже когда одна это снимаешь? Нет, у меня не то, что стеснение. У меня, знаете, короче, такая тема... Ну, я уже говорила про это, что иногда вот я веду себя прям как в жизни. Мне расскажи, я же не слышала. Ну, смотришь, она не смотрит мои видео. Короче, иногда вот я веду себя как будто вот, как я есть, вот прям расслабленная. То есть у меня вот полный расслабон, наоборот, хорошо. А иногда вот сильно какой-то вот чуть-чуть вот, ну, я не знаю, не стеснение это назвать, а как это? Ну, скованность. А стеснение такого нет особо, мне пофига. Ну, мне тоже нет. Ну, я только... Тяжело мне смотреть, когда я монтирую на себя. Я не люблю монтаж вот этот, когда нужно всё проверить. Понимаете, вдруг ты где-то там в трусах прошёл? И вдруг ты там пропустишь, поэтому приводится весь видос вот прям перематывать, смотреть. Сидишь, смотришь. Причём ты не можешь там, я не знаю, мыть посуду и... Да, это работа, чё? Работа, прям работаем. Ну, да. Работяще. Так, ну, давай ещё последний вопрос. Давай. Ну, тебя, видишь, меньше, чем у меня. А подожди, кто больше съел? Да, у меня... У меня таких две, а у тебя три. У меня таких раз, два, три, четыре, пять. У тебя тоже пять. Таких у меня три, у тебя две. Ну, короче, примерно. Ну, ты меньше меня съела. Шоу-контент. Ну, я тоже не съела ещё. Давай, последний вопрос. Хотела бы ты иметь детей, но не будь замужней? Подожди. Хотела бы ли ты иметь детей, но не будь... Быть замужней? Я поняла. Нет? Нет. Мне тяжело это представить, потому что я замужем. Угу. Но до этого нет. Все знают, что я особо как бы пока не готова к детям, и вообще их не планирую. Ну, так как я в браке, конечно, я хочу в браке, чтобы... Я вообще хочу мечтать, чтобы у ребёнка было папа и мама, потому что я росла без папы. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы у моих детей, короче, была полноценная счастливая семья, да. Ну, это здорово. Ну, и всё равно баба, мне кажется, одним иногда тяжеловато. Даже знаешь, в плане воспитания, всё равно, мне кажется, мужское, вот, оно тоже много даёт. Ну, от бабы зависит такая, знаешь, некоторые женщины, они... Ну, я знаю, знаю. Двадцатерых воспитают и глазом вообще не ворвнут. Ну, да. Ну, это от женщины. Ну, да, да. Ну, я бы тоже не хотела... Ну, у меня таких мыслей не было, конечно, что полноценная семья – это достаточно важно для ребёнка. А была такая тема, что подруги, они встречались с парнем, и она забеременела. И они хотели именно из-за деньжат, то, что мать-одиночка там платит, какие-то пособия, и они хотели как бы замуж, ну, выходить. Я знаю тоже таких знакомых у меня есть. У них уже двое. Да, и они до сих пор не женятся, тепла на мать-одиночка. Да, и получают теплопособие. А на больших пособия? Да я бы... Ну, не знаю, слушай, но за двоих, наверное, нормально. Ну, да. Там и в школе же можно питаться. Ну, обеды, да, всякие. Там бесплатно. Ну, льготы, мне кажется, какие-то. Ну, я бы всё равно не пошла на такую. У меня есть любимый муж, да? Ну, мужчина, как бы, и ребёнок... В смысле, он не отец, да? Ну, да, как бы, просто, как бы, ты ещё ведь и врёшь, получается. Ну, да, 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 да. И ты, как бы... У нас же гражданский брак же есть там, да? Да. Угу. Это что-то доказательное. Ну, подожди, если гражданский брак, получается, любая мать может пойти оформить вот эти все льготы. Если ты неофициально льготы. Да? Ну, это надо... Пойдёшь, татус оформишь, мать льготы, и всё. Ну, короче, нет, ну, а если вскроется, что у тебя с тобой мужик уже три года живёт? Ну, как-то не вскроется. Вот уже, там, наши мои знакомы лет 10 так живут. У них старшему ребёнку, мне кажется, уже, ну, 8-10. Ага. Ну, короче, у каждой свои реблоды. Ну, они, знаешь, из тех людей, из такого ранга, что... Ну, с миропонитски бабосиками, да. И они, у них жизнь-то всё неплохо. Угу. У них там и дом, и квартира, и дача, и тачка, и всё. Ну, и молодцы тогда. Ну, да, все живут по своему принципу, поэтому не нам их судить. Я всегда никого не сужу. Вот. Ну, я, короче, наелась очень... У тебя как наши суши технические? Роллы, роллы. Роллы, роллы, роллы. Как ты посмела назвать это суши? Ну, честный вердикт. Хуже, чем суши студии. Ну, слушай, я просто, где Наташа живёт, у меня там живёт подруга моя, я ела вот эти роллы, которые Наташа кушает, суши студии называется. Там они просто вот царские. Они больше, и они охрененный там рис. А я просто живу, и я не знаю, что они царские. Для меня это... Да. Так должны выглядеть нормальные суши. Ну, всё равно скажи, что они плохо. Очень вкусно. Ну, 4 из 5. Да. Вот если суши студии это 5, то это 4 из 5. Я так же знаю, что такое... Вот с яблоком очень вкусно, кстати. Да, попробуйте, кто не ел Филадельфию Apple. У нас есть такая... В общем, что, мы наелись. Да. Всем спасибо вам за просмотр. Приятного аппетита. Вторая половина вопросиков, если кому-то интересно, выйдет на моём канале. Мы доедим как раз суши. Может быть, что-нибудь ещё доедим. Да, мы ещё купим стопудово, потому что мы сейчас пойдём гулять, смотрели город. Потому что я как бы не наелась. О, да, кстати. Вот. Всё, ребят, спасибо большое, что были сегодня с нами. А, твоё видео, да, можно заканчивать. Да, да, спасибо. Я надеюсь, что вам понравилось, что мы такую коллаборацию замутили. Мы уже давно планировали. Поддержите нас лайками. Да. Лайки-то, сердечки, комментарии пишите там, как вам всё это. Если вы будете много активно, то по-любому мы ещё что-то потом снимем. Ну да, конечно. Я приеду уже в Питер. Недалеко, в смысле. Да, нам просто повезло, что мы живём очень рядом, по сути. Не очень, но... Ты могла бы, конечно, и до Инны Судаковой доехать. Ну а чё? В общем, всё, ребята, всем спасибо и всем пока. Я уже сижу тру, и я не могу. Чё, прикалываешься надо мной? Тебя слушают, чё-то прямо не будет? Кто? Ноги? Я не могу. А у меня вот так будет, главное, главное. Я вообще не чувствую. Я тоже. Может, это вставить в видео, посмотрим? А, мамочка, подожди, надо же подвигать её. Чё, жаря наелась? Нет. Нет? Семь филадельфий. Ой, я колоть, колоть начала. А ты пощипай. Семь филадельфий. Раз, два, пять. Девять запечённых. Чё ты считаешь, главное, чтобы красиво выглядело? А, я не могу. Буря, можно на стоп нажать? Да, на стоп нажимаю.